Щитовидная железа – орган, который контролирует вообще всё, каждую клетку вашего организма. Однако вспоминаем мы о ней только тогда, когда начинаются проблемы. Досмотрите это видео до конца, в конце будет разбор мифов про соль, а также список продуктов и даже косметики, которые могут вызывать йододефицит. Она регулирует метаболизм всех клеток организма. То есть именно она говорит им, когда запасать вещества, сахар и жир, а когда их расходовать и строить новые ткани и новые клетки. Без гормонов щитовидной железы клетки не могут обновляться, однако стареют и гибнут они с прежней скоростью. Типичные симптомы, недостатка гормонов щитовидной железы следующие. Но прежде чем к ним перейти, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не потерять меня в ленте. Итак, если вы чувствуете утомляемость, усталость, если вам всё время зябко, у вас мёрзнут руки и ноги, если у вас очень бледная и сухая кожа, замедляется мышление, чуть-чуть замедляется речь, может развиваться ожирение при этом при снижении аппетита. То есть есть человек не хочет, а вес тем не менее набирает. Может наблюдаться ухудшение памяти, снижение либидо, запоры. Причин для нарушения её работы может быть много. Это могут быть и наследственные заболевания, и аутоиммунные заболевания, и воспалительные процессы. И также одной из частных причин становится йододефицит. По данным Всемирной организации здравоохранения, йододефицит это одно из самых распространённых неинфекционных заболеваний. Страдает йододефицитом огромное количество человек. И все вроде бы знают, что йод и щитовидка как-то связаны. Но как именно они взаимосвязаны, мало кто представляет. А суть в том, что щитовидная железа производит два гормона. Это тироксин и трийодтиронин. И в этих гормонах, как двигатель этого гормона, стоит как раз-таки йод. Если йода нет, то щитовидной железе просто не из чего делать гормон. Но почему же без йода щитовидная железа начинает расти, увеличиваться в размерах? А всё потому, что у щитовидки есть начальник. И это мозг. Точнее, маленькая железа в мозгу – гипофиз. И железа побольше – гипоталамус. Гипофиз выделяет ТТГ. Это тиреотропный гормон. При болезни щитовидной железы часто назначают анализ именно на ТТГ. Так вот, ТТГ работает как зелёный сигнал светофора для щитовидки. Когда он появляется в крови, щитовидная железа получает сигнал, что всё, нужно выделять гормон. Однако гипофиз – не тупой начальник. И он контролирует, как работают его подчинённые. То есть, если, несмотря на то, что он выделил тиреотропный гормон, ТТГ, щитовидная железа почему-то выделила мало своего гормона, гипофиз это чувствует. И в этом случае начинает выделять ещё больше ТТГ. Говорит, давай, работай, нам нужен гормон. Если никакого положительного ответа он не получает и никакого результата работы щитовидной железы не видит, гипофиз как думает? Мало гормона, потому что у нас железа маленькая, и он начинает растить железу. То есть, вырастает щитовидка большая-пребольшая, а человеку диагностирует эндемический зоб. Сама щитовидная железа выделяет два гормона. Это тероксин и триодтиранин. Их часто в анализах обозначают как Т4 и Т3. При этом тероксин гормон малоактивный, а вот триодтиранин как раз тот самый активный живчик, который заставляет работать все ткани и органы. Если в анализах триодтиранина мало, а тероксина довольно много, это может говорить о недостатке селена. Этот элемент находится в центре фермента, который как раз таки превращает малоактивный Т4 в гиперактивный Т3. Селен и йод дополняют друг друга. Это такие добрые приятели, которые усиливают действия друг друга. Я приведу нормы для гормонов щитовидной железы и териотропного гормона, который влияет на работу всей этой системы. Если вас подозревают нарушение работы щитовидной железы, скорее всего, вас пошлют на анализ крови, на уровень этих гормонов. Так как же уберечь себя от йода дефицита? Ну, во-первых, обеспечить себя йодом. Однако пить йод прямо из пузырьков не стоит. Йодом легко отравиться. И необходимо получать его конкретные количества, а именно 150 микрограмм в сутки. Обычно необходимость в йоде легко закрывается потреблением йодированной соли. Однако многие все-таки страдают от йода дефицита. Тут есть несколько проблем. Первое – это мода на бессолевые диеты. Соль – это белый яд. Так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Многие знают, что есть соли слишком много – вредно. Особенно для сердечно-сосудистой системы. Она повышает давление, ухудшает работу сердца и сосудов. Многие исследования говорят о том, что есть соли слишком мало – тоже вредно. Особенно сидеть на абсолютно бессолевой диете. Причем страдает снова сердечно-сосудистая система. Взрослый человек должен потреблять не более 5 грамм соли в сутки, однако и не менее 2 грамм. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким давлением, то резонно снизить количество соли. Примерно до 2-3 грамм в сутки. Убирать соль совсем не полезно. Если вы снижаете потребление соли, то надо задуматься, откуда вы будете брать йод. В одном грамме ядированной соли порядка 30 микрограмм йода. В 5 граммах соли, которую мы должны съедать за сутки, как раз 150 микрограмм йода. То есть мы как раз получаем суточную норму. Вторая проблема, обеспечивающая нас йододефицитом – это мода на особые соли. Многие думают, что морская соль полезнее, чем обычная поваренная соль. Более того, море у нас всегда ассоциируется с йодом. Соответственно, в морской соли как бы должно быть больше йода, по логике. Однако это совсем не так. Если мы берем обычную, натуральную морскую соль, не йодированную дополнительно, то йода в ней практически нет. Очень небольшие количества. Соответственно, покупая такую соль, вы получаете меньше йода, чем в обычной, самой дешевой, йодированной, поваренной соли. Вторая проблема с морской солью – это то, что она часто крупнокристаллическая. Когда мы набираем в ложку крупнокристаллической соли, количество соли в этой ложке за счет больших кристаллов физически меньше. И, соответственно, количество йода, которое мы так съедаем, тоже меньше. И третья проблема – это то, что в морской соли довольно много микропластика. Его много в море, и, конечно, он же попадает и в соль. Он разбавляет собой и соль, она становится менее соленой, и, соответственно, может уменьшиться и количество йода в такой соли. Да и сам микропластик – это не самая полезная в мире вещь. Технически поваренная соль – это тоже морская соль, только это соль древних морей, которая за миллионы лет сверху покрылась горными породами. Так что необходимости тратить дополнительные деньги и выбирать именно морскую соль, какую-то специфическую, нет никакой. Она не полезнее, чем обыкновенная поваренная йодированная соль. В современную соль часто добавляют силикат кальция. Это антислеживающий агент, который помогает соли оставаться рассыпчатой и не набирать много воды. Вы, наверное, сами замечали, что если высыпать соль в воду, вода становится мутной и белой. Это вот как раз силикат кальция. Чем больше такой добавки в соли, тем соль менее соленая и, опять же, содержит, скорее всего, меньше йода. Курение и потребление алкоголя вымывают йод из организма. Получается, если вы ведете нездоровый образ жизни, то, скорее всего, йода вам будет не хватать. И это может привести к проблемам с гормонами щитовидной железы. Вообще, при любых стрессовых ситуациях, когда вы болеете, когда ведете нездоровый образ жизни, если у вас стресс, вы нервничаете, организм сильно расходует свои внутренние запасы. В первую очередь, запасы витаминов и минеральных веществ. Есть смысл поддержать свой организм и добавить этих веществ извне. Либо с помощью рациона, либо с помощью каких-то добавок. Ресурсы организма не бесконечны. Их нужно вовремя пополнять. Я говорила вначале о том, что некоторые продукты и даже косметические средства могут вызывать йододефицит. Эти вещества входят как раз в группу зобогенов, то есть веществ, вызывающих развитие эндемического зоба. К ним относятся в том числе обычные вроде бы для нас продукты. Это, например, овощи семейства крестоцветных. Это капуста, брокколи, крест-салаты, редька, редиска. Все, что немножко остренькое на вкус. Также соя и соевые продукты. И, как мы говорили до этого, табак. Конечно, это не значит, что если вы съедите чуть-чуть капустки, сразу же у вас начнутся проблемы со щитовидной железой. Нет. Однако, если проблемы уже есть или намечаются, то есть смысл пересмотреть свой рацион. Если зайца постоянно кормить капустой, у него вырастет зоб. То есть зайцу нельзя много капусты. Такая ирония. Флавоноиды – это тоже зобогены. Флавоноидами богаты различные растительные экстракты и препараты фитотерапии. С одной стороны, производители позиционируют это как плюс. Ведь флавоноиды, по некоторым данным, улучшают иммунитет и улучшают эластичность капилляров. Однако, вместе с этим они могут приводить к развитию эндемического зоба, потому что влияют на всасывание и доступность йода. То есть, как я уже говорила в этом видео про опасности фитотерапии, самая большая беда в фитопрепаратах и экстрактах в том, что одно они лечат, а другое при этом калечат, потому что действие крайне не специфично. Наибольшее содержание флавоноидов в экстрактах, эфирных маслах, в особенности этих продуктов. Если у вас проблемы со щитовидной железой, постарайтесь снизить потребление этих продуктов. Не стоит увлекаться растительными добавками. Мало того, что вы тратите деньги на недоказанные действия, так еще и, возможно, сильно вредите себе. Обязательно поделитесь этим видео с вашими знакомыми, которые любят покупать себе БАДы и фитопрепараты. С косметическими средствами тоже могут поступать забогены. Особенно это касается средств от загара. Довольно распространенные вещества, которые являются ОФ-фильтрами, это бензофенон и актилметоксицинномат. Вы их можете найти в составе вашего крема от загара. Конечно, не пользоваться кремом от загара вовсе и выходить на солнце, подвергать себя излучению, тоже опасно. Но постарайтесь не злоупотреблять кремами. Лучше просто закрывать свою кожу хлопковой тканью. То есть, они все содержат, что ли? Очень многие содержат. Это два основных вещества. Это два основных химических фильтра. Чтобы обеспечить здоровье щитовидной железы, нужно, первое, обеспечить себя йодом. Это 150 микрограмм в день. Второе, обеспечить себя аминокислотой тирозином. Это вторая часть нашего гормона щитовидной железы. Ее много в мясе и молочных продуктах. Третье, обеспечить себя антиоксидантами. Это витамины С и Е. Они не позволяют тканям щитовидной железы разрушаться. Также помогут цинк, селен, железо и витамины группы В. Все эти вещества являются синергистами йода в нашем организме. И улучшают его всасывание и транспортировку, собственно, в щитовидную железу. Все эти минеральные компоненты и витамины можно получить просто с помощью правильного рациона. Это намного лучше и намного эффективнее, чем надеяться на какую-то добавку или таблетку. Я очень надеюсь, что это видео заставило вас задуматься о нашей драгоценной щитовидной железе. Эта малышка нам очень нужна, потому что без нее всем органам и тканям будет очень плохо. Будьте здоровы! До следующих видео!